Территория психоневрологического интерната в городе Куровской не раз становилась победителем конкурсов по благоустройству. За ландшафт здесь отвечают сами постояльцы, которые официально трудоустроены после прохождения соответствующего обучения в стенах соцучреждения. Ребята с удовольствием работают, сажают все их в газон. Они получают заработную плату, тоже пользуются льготами, отпуском. У нас есть свой пошивочный цех. Там устроено у нас 11 девочек, которые окончили ПТУ, получили образование швея. Естественно, все, что нам требуется по учреждению, но такое индивидуально, они, конечно, мы все производим в нашем швейном цехе. Учреждение – это их дом. Я всегда им об этом говорю, от вас зависит, каким будет наш дом. Россия – одна из немногих стран, где на людях с ограничениями по здоровью и неврологическими заболеваниями не ставят крест, а наоборот трудоустраивают, помогают социализироваться и выйти из стен спецучреждения. В этом году все интернаты в Подмосковье были переименованы в «Добрые дома». В нашем округе их два – в Куровском и Орехово-Зуеве. В общей сложности в них проживает около 2000 человек. Здесь организованы тренировочные квартиры, где подопечные учатся жить обычной жизнью, вести бюджет, готовить, убираться, стирать и гладить. А также работают интеграционные мастерские – насыщенная спортивная и культурная жизнь. На территории строятся и новые комплексы. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Загловацкий посетил «Добрый дом» в городе Куровской не только для того, чтобы увидеть, как и чем живут подопечные, но и для того, чтобы встретиться в неформальной обстановке с руководителями и сотрудниками социальных спецучреждений, которые находятся на территории. Встреча началась с приятного. Руслан Загловацкий поздравил с прошедшим днем социального работника присутствующих и вручил благодарственные письма. После обсудили проекты и инновационные идеи, которые реализуются в каждом учреждении.